Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока «Особенности химического состава клетки» и цель нашего урока – ознакомление с особенностями химического состава клетки. В живых организм содержится большое количество химических элементов. Они образуют два класса соединений – неорганические и органические соединения. Из известных сейчас 118 химических элементов в состав живых клеток входит всего 24. Почему именно 24 элемента входит в состав живых организмов или образует структуру клетки? Потому что они образуют с водой легко растворимые соединения. При этом, несмотря на то, что живые существа образованы теми же элементами, что и неживые объекты, соотношение этих элементов, живых и неживых объектов, сильно различается. В неживой природе преобладающими элементами являются кислород, кремний, алюминий и натрий. А вот в живых организмах преобладающими элементами являются водород, кислород, углерод и азот. На данной диаграмме относительное количество выраженных процентов к общему числу имеющихся атомов. Так, например, на долю водорода приходится около 60% от числа всех атомов, присутствующих в организме. Кроме этого, выделяют еще два элемента, а именно фосфор и сера. Принято считать, что шесть элементов, а именно углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера, являются органогенными или биогенными элементами, поскольку они входят в состав органических соединений, а кислород и водород образуют воду. На долю этих шести элементов приходится 98% от массы любой клетки. Почему именно эти четыре элемента, а именно углерод, азот, кислород и водород, являются основными элементами для построения клеток живых организмов? Важнейшей их отличительной способностью является то, что они образуют прочные эквивалентные связи. Из всех соединений, образующих прочные эквивалентные связи, они самые легкие. Кроме этого, углерод, азот и кислород образуют одинарные двойные связи, благодаря которым они могут давать самые разнообразные химические соединения. Атомы углерода способны также образовывать тройные связи как с другими углеродными атомами, так и атомами азота. Этим объясняется большое разнообразие в природе соединений углерода. Кроме этого, для углерода характерна и другая отличительная особенность, а именно способность спаренных электронов формировать вокруг атома углерода тетраэдрическую конфигурацию, благодаря чему различные типы органических молекул обладают различной трехмерной структурой. Никакой другой химический элемент, кроме углерода, не может создавать стабильные молекулы со столь разнообразными конфигурациями и размерами таким разнообразием функциональных групп. Около 2% от массы клеток приходится на следующие элементы калий, натрий, кальций, лор, магний и железо. Остальные химические элементы содержатся в клетке в крайне малом количестве. Таким образом, все химические элементы по содержанию в живых организмах делятся на три большие группы. Первое. Элементы, количество которых составляет до 10-2% от массы тела, это макроэлементы. Те, на доли которых приходят с вот 10-2% до 10-6%, микроэлементы. А элементы, содержание которых не превышает 10-6%, ультрамикроэлементы. Вернадский отмечал, что все живые организмы способны ассимилировать элементы из внешней среды и накапливать их в строго определенных органах и тканях, накапливать или концентрировать. Так, например, в печени накапливается большое количество микроэлементов. Костные и мышечные ткани также содержат большое количество микроэлементов. Отдельные элементы имеют определенное сродство к определенным органам и тканям. Например, в костях и зубах накапливается кальций. Цинка много в поджелудочной железе. Молибдена много в почках. Бария в сетчатке глаза. Йода в щитовидной железе. Марганца, брома и хрома много в гипофизе. То есть, для нормального протекания процессов жизнедеятельности необходимо строгое соотношение различных элементов. Существуют организмы, избирательно накапливающие определенные элементы, благодаря которым они могут служить индикаторами химических условий среды. Например, избирательное на концентрирование стронция лучевиками, бария корненожками, ванадиоасцидиями. Некоторые водоросли накапливают йод, лютики накапливают литий, ряз – радий. Ознакомившись с элементами, входящими в состав живых организмов, давайте обратимся к тем соединениям, которые они образуют. Здесь мы также увидим родство между всеми живыми организмами. Эти элементы образуют два типа соединений, а именно неорганические и органические соединения. Среди неорганических веществ – это вода и минеральные вещества. Большая часть минеральных веществ находится в виде солей, диссоцированных на йоны, например, катионы – калий, натрий, кальций и магний. Или анионы – хлор, сульфат анион, гидрокарбонат анион. Если говорить об органических соединениях, то они могут присутствовать либо в виде малых органических молекул, а именно моносахариды, аминокислоты, нуклеотиды, жирные кислоты, и макромолекул, например, полисахариды, белки, нуклеиновые кислоты и липиды. Если говорить о процентном соотношении, то из неорганических соединений больше всего в клетке воды, от 40 до 95%, из органических соединений – это белки. Таким образом, мы с вами рассмотрели основные элементы, которые входят в состав живых организмов, и рассмотрели те соединения, которые они могут образовывать. А на этом наш урок закончен. Всего вам доброго. До свидания.